Здравствуйте, мои дорогие! Вот и наближается светлый праздник, Святой Пасхи. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления праздничного кулича. Этот рецепт довольно-таки простой, быстрый, не имеет никаких секретов приготовления и довольно-таки недорогой. Ну что ж, приступим. Нам нужно теплое молоко, но ни в коем случае не горячее. И в этом молоке растворяем дрожжи. Дальше добавляем сахар и развернаем свежие дрожжи, доводим до вот такого вот состояния. В принципе, можно использовать один вид дрожжей. Точное количество ингредиентов я напишу под видео. Яйца, желтки и сахар взбиваем в светлую массу. В просеянную муку отправляем подготовленные ингредиенты. Добавляем сюда молоко. Дрожжи. Растопленное сливочное масло. Растительное масло. И взбитые яйца. Также для вкуса я добавляю ванилин. Можно использовать ванильный сахар или же ванильный экстракт. Сметану. И все перемешиваю. Постепенно ввожу оставшуюся муку. Я размешиваю ложкой до тех пор, пока можно мешать ей. Дальше я посыпаю место для работы мукой. И хорошо вымешиваем тесто руками. Очень важно, чтобы тесто было хорошо вымешано. Этот рецепт довольно-таки простой. А главное, что он проверенный уже много-много лет. Очень часто такой рецепт готовит моя мама. Также моя свекровь по такому же рецепту печет. По такому же рецепту кулич печет и моя свекровь. Тесто у нас получается вот такой вот консистенции. Оно не липнет к рукам. Довольно-таки плотное. Отправляем в миску и накрываем полотенцем, чтобы оно отдохнуло и хорошо подросло. Это занимает около 1,5-2 часов. Но не бойтесь, это долгий процесс, но главное не бояться. Все у вас получится. Вот мы видим теперь, как хорошо тесто подросло. И сейчас оно получилось довольно-таки пористое. И я хочу добавить еще сюда изюм. В принципе, можете добавить любые сухофрукты, если хотите. Также можно добавлять цукаты, здесь уже по желанию. И теперь хорошо вмешиваем изюм. Опять-таки накрываем и оставляем, чтобы тесто второй раз отдыхать. Вот уже прошло еще один час. И уже тесто, вот вы видите, да, какое оно пористое. И будем сейчас формировать наши куличики. Я форму для куличей смазываю сливочным маслом и дно застилаю пергаментом. Теперь выбираем порцию теста, какое нам нужно. И формируем таким образом куличи. Форму нужно наполнять на треть. Даже по этому рецепту добавляйте чуть меньше. Вот выкладываю пасочку сюда. Главное, чтобы не переборщить. Лучше тесто добавьте меньше, не будет ничего страшного. Вот такое вот количество пасочек у меня получилось. Я накрываю полотенечком и оставляю еще, чтобы тесто отдыхало. Вот как-то так у нас все получилось. И сейчас отправляю в разогретую духовку до 180 градусов. Маленькие куличи на полчаса 40 минут. Если у вас куличи побольше, тогда выпекаем полтора-два часа. Уже время приготовления смотрите сами. Вот куличи мои уже готовы. Я вынимаю из формы, снимаю пергамент. Вот вы видите, да, какие воздушные, легкие они получились у меня. Хорошо выпеклись. Вот в принципе и все. Вот такие вот куличи у меня получились. Но я хочу их еще украсить белковой глазурью. Если вы не будете украшать их белковой глазурью, то перед выпеканием просто смажьте куличи взбитым яйцом. Я хочу сделать более интересные. Детки любят сладкие. Украшаю вот таким вот образом. Здесь уже как позволяет наша фантазия. Оставляем, чтобы глазурь застыла. И все, вот такой вот простенький и вкусный рецептик. Я украшала вместе и своими детками. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Это один из куличей, который получился у меня как грибок. Вот вы видите, какой воздушный и пышный кулич у нас получился внутри. Вот такой вот рецептик. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и приятного светлого вам праздника. Пусть этот праздник принесет вам только счастье и удачу. До новых встреч.